коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем торговую модель отсутствие реакции на ложный пробой на именно небольшой нюанс важный который необходимо учитывать при торговле по данной модели то есть если реакция на ложный пробой отсутствует полностью либо реакция небольшая инструмент не отходит далеко от уровня продолжает копить энергию когда все-таки можно заходить на продолжение движения при уже сформированным ложным пробое перед началом позвольте небольшую вставочку совместно с клубом трейдеров картель на площадке картель market размещен мой курс по интродэй и среднесрочной торговли то есть мы стараемся но я с ребятами искать такие ситуации когда есть возможность заходить интродэй с постановкой короткого стопа внутри дневного и стремится удерживать позиции среднесрочно информации много кратце все это не рассказать совершенно точно небольшая вставочка по программке живые созвоны skype youtube как удобно записи размещаются для общего доступа так что welcome будет интересно значит начнем с предыстории дам монетка пепе недавний до листинг она относительно свежая на фьючерсах binance ситуация следующая уровень 1267 локальная точка остановки внутренний бар на продолжение движения в тот момент когда bitcoin стоит накопление и немного скажем так снижается монетка проявляет какую-то силу агрессию несколько дней постояли была попытка хода вниз тут же все выкупили и монетка начинает двигаться наверх относительно точки остановки то есть это такой внутренний уровень где инструмент неплохо стоял на локальном таймфрейме и предусматривала стал торговля в продолжении движения два значения запоминаем 1267 и 1287 данном случае почему я не рассматриваю торговлю относительно такой точки на продолжение движения именно изнутри так как у нас от уровня до утка этого дня до хвоста про нормального бара всего полтора процента этого мало такие сделки можно заходить там скажем на биткойне на эфире когда монетка дорогая есть возможность поставить совсем коротенький стоп там 0 302 процента хода тогда да в моменте ситуация следующая предполагалось дальнейшее движение наверх 1267 этим днем когда ожидалось дальнейшее движение но здесь закрылись далековато то есть нужно было закрываться близко и скажем так сохранять поджатие данном случае я жду я на домашке делаю небольшие комментарии касаемо того где нашли на что вот скажем как обратить внимание только при закреплении то есть в пробой заходить нельзя так как можно получить тот самый запил уровня и будет не очень комфортно ощущаться до скажем так в ощущать себя в сделке уровень под запилили есть какое-то движение наверх и относительно этого экстрема мы смотрим в торговый день когда инструмент таки пошел движение с откатами никаких резких взлетов нет то есть вполне себе сносный ход про нормальный барчик дал локальный на 5-минутном таймфрейме и встаем накопление инструмент не идет обратно подход к уровню отходим на сравнительно аналогичное расстояние последующий подход затухание волатильности и далее уже в пробой тот самый нюанс который нужно учитывать при торговле в пробой уровня который уже имеет ложные пробоя это оценить запас хода от уровня который мы хотим торговать до хвоста ложного пробоя если здесь не умещается хотя бы 4 стопа то вход запрещен какая бы здесь не была красивая на торговка какой бы здесь не был коротенький стоп повторю да дорогие монетки если есть возможность поставить очень короткий стопик интродей для того чтобы соблюсти запас хода не менее четырех стопов до хвоста ложного пробоя если такой ситуации нет том сделки не лезем тем самым избегаем ситуации когда в данной области будет происходить какие-то запила распилы могут вытаскивать на стоп уровень может также пилиться в обе стороны двигаться то есть такие моменты не лезем относительно экстремную ждем поджатия ждем на торговочку есть уровень до схематично чтобы осталось обязательно есть ложный пробой инструмент стоит в накоплении если до хвоста ложного пробоя вот это расстояние меньше четырех стопов то в сделочку не лезем если больше четырех стопов то допустим и если меньше ждем подхода к экстремуму и тогда далее пробой задач забрать первичный импульс если есть ложный пробой то наличие стопов здесь уже не гарантированно то есть вот этим вот хвостом данные стопики забраны и импульсного движения вероятно не состоится движение может быть поступательная нужна остановка если есть остановка малая волатильность понятный стоп лосс и дальше стремимся забрать тот самый первичный импульс когда полетят стопики в данном случае импульс состоялся существенный и по целям до 1460 долетели уже ничего сложного сверхестественного то место откуда сорвались по сути дела приехали на ретест спустя 21 торговый день моделька импульс ретест и дальнейшее движение это уже среднесрочно долгосрочные картиночки на курсы также все разбираем не обсуждаем всем удачи надеюсь что данные нюансы данной тонкости будут полезны для того чтобы избегать тех ситуаций когда инструмент уходит за пил уровня тем самым мы избегаем неудачных входов и склоняем чашу статистики скажем так положительные в свою сторону все всем удачи пока пока пока